Приветствую всех любителей шахмат. Вчера в финале командного чемпионата мира по блицу случилось неординарное событие. Международный гроссмейстер зевнул фигуру в один ход. Произошло это в поединке Раунокса 2 Ни Ян Непомнящий. Индийский гроссмейстер играл белыми и пошел пешкой от короля. Ян опять взялся за старое и применил защиту Петрова, которая, по моему скромному мнению, ему по стилю совершенно не подходит. После взятия на поле Е5 черный предварительно оттесняет коня и дальше отыгрывает пешку на поле Е4. Основными методами борьбы за преимущество в данной позиции являются ходы Д4, а также, возможно, в большей степени конь С3. Но Раунок решил показать своему противнику главный минус защиты Петрова. А именно то, что белые после хода Ферзи 2 могут легко сделать ничью. Черные вынуждены защищать коня Ферзем, но и белые практически форсируют размен сильнейших фигур. Раунок играет с лонжей 5, может при случае испортить противнику пешечную структуру, так что непомнящий меняется на поле Е2 и защищается от данной угрозы ходом с лоней 7, подготавливая короткую рокировку. В результате на доске получилась абсолютно симметричная позиция, и как показывает статистика, 9 партий из 10 между гроссмейстерами завершаются ничейным исходом. Но не нужно забывать, что, во-первых, данная партия игралась в финале чемпионата мира, а во-вторых, один из противников изначально был настроен только на ничью. Таким образом, психология в этой встрече вышла на первый план. И так далее последовала конца. С-3 Ян подготавливает захват центра, белый ограничивает подвижность вражеского слона. Ян ведет коня в центр окольными путями, Раунак делает длинную рокировку, чтобы одна из ладей уже оказалась в центре доски. Непомнящий продолжает увлекательное путешествие коня по безжизненной пустыне. Здесь заслуживал внимания ход ладей с поля H1, но Раунак зачем-то сыграл ладья D-E1. Ну что ж, Ян заставляет определиться белого офицера, после отступления делает 2-0. И все-таки 18-летний гроссмейстер запускает Джимми, 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 Ача, Ача, Ача. Вероятно, рассчитывая на атаку на королевском флонге. Непомнящий с каменным лицом централизует ладью. После хода ладья G1 с целью вскрытия линии G, сафари черного коня завершается бесславным разменом в центре доски. Раунак открывает линию для ладьи, непомнящий соединять между собой тяжелые фигуры. После хода C3 играет слон F8. Короче говоря, атака белых на королевском флонге кончилось, едва успев начаться. Осознав это, Раунак меняется на поле E8, а затем меняет еще и последнюю пару ладей. Объективно, конечно, позиция является абсолютно равной, и, возможно, данное обстоятельство совершенно расслабило булки одного из гроссмейстеров. Далее последовало. F3 белый максимально укрепляется на королевском флонге. Непомнящий тощит короля в центр доски, поскольку у нас Эншпиль. После хода конь G2 черный активизирует слона. Неслон B3 защищается от диагональной связки. Са2 не дает пендель, а коню далее навешивает своего лошадя. Непомнящий не желает расставаться со своим хаботастым другом. Белый продвигает центральные пешки, черный сгоняет лошадь и возвращает слона на поле E6. Тем временем короли продолжают перемещаться к основному театру военных действий. Непомнящий создает уже четыре нападения на бедного Джимми. Но меняться белым, конечно же, невыгодно. Из-за удара на поле H5 и у белых возникают слабые пешки на королевском флонге. Но, к счастью, для индийского гроссмейстера у него находится рентгенчик. После массовых взятий на поле G4 необходимо было использовать данное обстоятельство и пойти коня F4, нападая на короля, а также на слона. На оборонительное король F7 поменяется на поле E6. Да, белый теряет пешку, но их король перемещается на королевский фланг. И наличие двух слонов позволяет рассчитывать белым на спасение. В нашем же поединке Садване, имея минуту 40 на часах, что по меркам Блица целая вечность, забирает пешку на поле G4, пропускает двойной удар и ввиду потери фигуры тут же признает свое поражение. Сложно объяснить, конечно, этот механизм, но так довольно часто бывает. Когда шахматист, играя белыми, помышляет только о ничьей, в какой-то момент наступает потеря концентрации и случается какой-нибудь ляпсус-манус наподобие того, что мы только что увидели. Напишите, кстати, в комментариях, встречались ли в вашей турнирной практике подобные ситуации и по какую сторону баррикад вы находились. Ставьте лайки, делитесь роликом с друзьями и до следующих встреч. Субтитры создавал DimaTorzok